Привет, ребяточки! Я нахожусь в путешествии в Дальнем. Мы ездили далеко, на Алтае, считается Центральной Россией. Мы туда уезжали. И сейчас возвращаемся обратно. Мы здесь недалеко от города Тюмени. Знаете, когда мы были у себя в городе, в родном, в городе Кирове, то Тюмень казалось, что очень-очень-очень далеко. Но, как бы, когда мы находимся в Тюмени, кажется, что уже до нашего города осталось совсем капелька-капелька. Потому что проехали там уже очень-очень много. То есть, в общем, нас, наверное, проехали около 5-6 тысяч километров. Да, у нас до дома, кстати, должно остаться уже меньше 2 тысяч километров. А всего их где-то было около 8, наше путешествие заняло. Так что, уже можно сказать, почти совсем родина. Вот, хотела я вам показать, поснимать местные пейзажи. Но, чтобы быть с пейзажами, трасса нам все испортила. Вот эти отбойники, ну, как сказать, испортили. То есть, отбойники, штуки полезные. Потому что они разбивают, разделяют между собой встречные полосы. А обычно, если какая-то проблема и авария, то именно встречные полосы самые проблемные. То есть, с коби машины на скорости, да еще летят на встречу друг к другу. Это может как-то так. Так что, в принципе, отбойник, штука нормальная. Но в техническом плане. В плане красоты это не самый хороший вариант. Давайте я только снимаю вперед сейчас, секунду. Вот примерно такую дорогу мы видим. Вообще, дорога на протяжении всего нашего путешествия очень хорошая. Это уже Тюменского область, 100 километров до Тюмени. Единственное, к чему я могу придраться, колейность. То есть, я не знаю, видно ли это на видео, но ходьбы достаточно жесткие. И если тоже, опять же, с повышенным скоростным режимом сделать что-то не очень подходящее, эффект будет тоже не очень подходящий. А так, в общем-то, никаких особо проблемных выбоин. Ничего такого как-то особого не наблюдается. И, в принципе, такая трасса до самого Алтая хорошая. И на Алтае даже, давайте скажем так. На Алтае она тоже вполне-вполне. Так не вполне, она реально хорошая. То есть, не просто как бы типа сойдет, а реально все хорошо. Плазаж у нас прикольный идет в основном поля. Видите поля? Ну, то есть, несмотря на то, что вот мы доезжали до Новосибирска, это практически, в общем-то, какой-то центр Сибири. Ладно, не центр Сибири, но столица, давайте так скажем, неофициально Сибири. Никакого прямо леса лесом мы не видали. То есть, чаще даже встречаются такие вот свободные пространства с некоторыми вкраплениями лесов. Ну, правда, что касается Новосибирской области, там очень много болот. Здесь мне кажется, что не болота, а чистые вот просто поля. Но тоже интересно. Повезло с погодкой. Вот сейчас чудесное солнышко. Мы доехали на Алтай в Кусклором. У нас был в Тюменской области дождь. Это как-то так огорчало. Солнышко все веселее смотрится. Так. Очень много где идет ремонт дорог. Приходится соблюдать определенный скоростной режим. Сейчас, секунду. Вот я покажу сначала ремонт. Очередной ремонт дорог у нас получается. О, это не ремонт. Это чистить штучку. Класс! Ух ты! И мне еще и обрызгали. Ну, а это вид назад. Тоже мне очень нравится вид назад, когда мы смотрим. Зеркало заднего вида. Там тоже все очень красиво смотрится. Вот, вот немножечко поснимаем. Может быть, я потом буду делать ролик. И тогда мне вот какие-то кадры, такие разнообразные, пригодятся. Кадры с движением. Давайте еще поснимаем. Вот, двигающийся бортик. Так, сейчас у нас будет машина. Вдя на виду ждем. Шустрое такое. Шустрик, шустрик. Это ж я так, тоже для будущего ролика. Посмотрим, надо снимать. Для разнообразия. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать. Я еще скажу, подписывайтесь на канал. Я много путешествую. Путешествия еще будут. Я о них рассказываю. Я их показываю. По окончании я обычно делаю большой, так сказать, комплект. То есть, по всему путешествию. А в процессе путешествия я пишу маленькие ролики. Интерактивные. Как вот оно все происходит. Так, получается, записи ведется. Все, ребяточки, пока-пока. Хорошего вам дня. Еще раз подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Пока.